Итак, друзья, всех вас приветствую на своем канале. Сегодня я сделаю небольшой видео-обзор-опрос на автомобиль D-класса из Европы. Это Opel Insignia B в лист B кузове, очень практичном. Сам автомобиль 2020 года с полуторалитровым турбобензиновым мотором, 165 лошадиных сил, передний привод и классический автомат. И сразу хочется задать вопрос в начале ролика, что бы вы выбрали? Такой вот, к примеру, Opel Insignia, либо дороже на 300-400 тысяч рублей, Volkswagen Passat B8, тоже с полторашкой, бензиновый, в аналогичной комплектации и пробегом. Возможно, по той же цене будет Golf 7 в универсале. Итак, ребят, жду ваших ответов после просмотра ролика про Insignia. Итак, давайте быстренько я вам покажу комплектацию. Итак, начнем с передней части. Сам шикарный белый кузов у автомобиля. Очень классно он выглядит в реальности. Фары здесь самые топовые. Люкс. Не знаю, видно, не видно. Вот они, люкс-фары. То есть те фары, которые имеют название матричные. Здесь, посмотрите, раз, два, три и четвертый диод, который, проще говоря, фары умные, умеют заворачивать за повороты, врезать навстречу или по пути идущий транспорт. Передние и задние парктроники. Есть противотуманные фары и легкосплавные колеса. Кстати, сразу назову стоимость данного экземпляра. Стоит он 2 миллиона 250 тысяч рублей. Здесь 100 плюс пробега. Там что-то 128 или 148 сейчас на щитке там что-то я видел. Машина с люком. С люком. Бесключевой доступ, насколько я вижу. Красиво. Вот на этих оригинальных колесах смотрится инсигния. Сзади диодные фонари. Правильный кузов лифтбэк. Очень удобный, практичный. Имеет огромный-преогромный багажник. Кстати, здесь есть такая фишечка. Даже есть фаркоп. Сейчас я вам покажу. Я думаю, может даже продавец об этом не знает. Также убирается он. Все, подзаялась крышка. Есть заводской фаркоп. Ну, естественно, есть парктроники сзади. Камера заднего вида. Никаких мочевин. Так как у нас бензин. Кстати, едет он очень-очень прилично. Можете посмотреть на тест-драйв. У меня был такой автомобиль на обзоре. Так, про безключ мы сказали. Сейчас посмотрим стекла. Стекла, ребят, оп-оп, двойные. Да что же такое? Так, все автоматические, двойные стекла. Кстати, есть у нас индикаторы слепых зон. Вот они. Комбинированный салон с подколенными подпорами. Для удобства езды на дальнее расстояние. У обоих кресел. Есть ассистенты. Удержание в полосе. Включение парктроников. Раздельный климат. И, конечно же, есть теплый пакет. Подогрев сидений. Подогрев руля, ребят, есть. Вот он, кнопочка. Темных тонов. Шикарный потолок. И еще люк. Который, да, по-моему, он у нас открывающийся. Сейчас мы его закроем. Вот, короче, Apple CarPlay, Android Auto. Это виртуальная кокпит-приборка. Посередине вот эта максимальная. Тоже есть. 20-й год. 2,250. Ну, ребят, пишите комментарии, чтобы вы выбрали такую-то инсигнию. Либо Passat на 400 тысяч дороже. Либо Golf. Будет любопытно почитать. Все. С вами был Дмитрий. Всем всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...